это ну это тарзан я вижу еды ты не понял смысле я ввенчине вонять смысле я просто готовлюсь к интервью и мониторю там новости о тарзане информацию смотри там всякую понятно то уж я уж думал что-нибудь подумай знаешь это не думаю что вот видишь не ревну и незачем волнуйся мы никому ничего не расскажем иду иду тоже там кто же там въехали мы только въехали квартира тут может быть есть какие-то недостатки поэтому извините мы тут мы во-первых поздравляем вас с топазовой свадьбой друзья это в интернете какая свадьба когда 16 лет официального брака могут ошибаться интернет написал поздно войну мы идти поздно может опаловая у вас точно будет опаловая поэтому нет это круто мне кажется вы одна из самых крепких пар вообще в шоу-бизнесе скажите в чем секрет правда крепкого брака терпение терпение терпеть еще раз я тайны не выдают что ты сейчас заговорил где мы были вместе сколько но до времени пересекаемся и были разные истории но они не напрягать и за чего ссоритесь если бывает да по пустякам в основном ну то есть там чашку не убрал или носки валяются ну что-то из серии да бытовуха какая-то носок в чашке допустим 17 лет а все равно как какая последняя была ссора из-за чего из-за чего из-за чего я не помню ну как то мы этого не запоминаем все у нас настолько вот так же вот только чтобы родилось один из рецептов долгого месте пребывания не очень хорошая память ну кстати да мы к же мы с тобой когда когда читаю чем-то спорят ну когда по все раз я например я не вот я не могу спорить причем в момент думаешь ну все это я не забуду никогда а потом все хорошие произошло там поссорились помирились к ну все все значит из головы просьба проходит какое-то время год а ты вот поешь а когда как бы весь обнулился через час быстро отпускаете да получается ну как не задерживаем конечно быстро отпускает хорошее свойство это хорошо смотрите у нас есть не то чтобы некие правила традиции в доме очень любим настольные игры и вот мы со всеми нашими гостями играем готовы я знал я знал что это пара и так первый раунд называется чек-лист на вашу совместимость и как хорошо вы друг друга знаете уже очень давно вместе мне кажется вы знаете все трещинки все клеточки по блокнота вам я буду засчитывать вам вопросы а вы будете отвечать только так чтобы другой не видеть итак на счет 3 вы показываете ответ одновременно в конце сезона у нас будет турнирная таблица где будут все пары но и как бы вы можете увидеть свой рейтинг и кто-то из пар получит приз мы пока не придумали какой мы обязательно тоже в эту игру сыграем на чтобы нашу наши результаты тоже будут и все будет честно давай уже фломастер сотни все-все-все-все итак где у вас случился первый поцелуй думаю я про память пошутил а ты не помню я прочих поставил я не помню я пьяный так а что там смотреть у меня ничего нет я не помню пекин гостиница пекин гостиница пекина у меня офис был гостиницы пекин это было свидание это было свидание наверное да я так понимаю поэтому я начинаю да это было как-то неожиданно расскажите вот ты молодец какой а значит мемуары ты будешь писать я последнее время заметил что вот это миф что мужчины ничего не помнит а вот женщины такие романтические я все чаще встречаю ситуации когда мужчина реально помнит вот такие мелочи она может хитрить конечно я не хитрит не одно честно чего мне тут выпендриваться я бы сразу сказал там то там так конкретно вообще вся ситуация которая там возникла она была очень неожиданная встреча переходящие медленно перешедшие в нечто ну да в нечто вот в поцелу из первых какая часть тела сергея нравится наталье больше всего дело в том что касаемо сергея его частей тела тоже я не могу выделить то есть обидеть какой-то из частей они у него все прекрасно но какая-то нравится больше ну что раз два поехали открывать это такое буква ж да попа грудь я написал уже как бы так грудь а почему грудь сильная потому что я могу объяснить потому что мужчины все что ниже подбородка это все грудь если бы вы играли в ролевые игры в каком костюме были бы я выбрала уже ты уже выбрал конечно сергей уже видел что я что-то блин нет я не видел кстати я честно какого еще не было или самый любимый не хочет такого как это монстра инопланетная меня реально тянет и мне с одной стороны это да кто это инопланетянин что-то такое мне пугают странного чего еще не было хочется больше всего ревнует ноталья и к чему кому или к чему я не знаю серьезно не ревнует ну ревнует но я не знаю я только чуть но есть ревнует в ваших отношениях ну она ну может быть на первых этапе совместной жизни она была такая более яркая сейчас это какие-то это в редкие эпизоды какой ответ сергей кто это президент президенту президенту россии правда или президент это имя собаки нет это какому президенту ты меня ревнуешь или к этому который новый на украине зеленскому зеленскому мне юбочку поправлял ну а раньше кто больше ревновал из вас у нас из-за того что у нас все-таки опыт был я брака ты красавица популярнейшая женщина ты красавец мужчина с огромными армиями да я дусь ну как бы в это сложно поверить что вы так степися на работу не таки за того что как мы понимаем оба но мы по встречались уже достаточно как бы спокойно имели опыт брака в сергея был брак у меня было у нас уже был как какие-то вещи в понимании которые вот не не стоит может быть их обострять не надо так ярко если кто-то допустим был в тени допустим до этого времени и вдруг вышел и там его обуяло некая народная любовь понимаешь тогда бы да а так поскольку я не был отделен до нашей встречи и наталья у меня своя аудитория у нее своя я спокойно отношусь я понимаю что это это нормально это хорошо артиста должно быть такое если у тебя нет такого хреново ты артист вот и все поэтому только да радуюсь что есть такие но это повезло да что просто был определенный опыт до понимания на самом деле и так что наталью больше всего бесит в сергея это пиши вот давай хватит тебе бумаги это что-то очевидное не хватит на тетрадочки вообще как про грудь ты написала шоу закончился конечно если знаешь и так что готовлю и мы готовлю и мы готовлю и что он готовит и мой такой это легкая и можешь или не может дожди бесит еще раз подождите что наталью бесит сергея что и он это должен написать да у тебя вся информация уходит в облако и ты оттуда его не даст и не достаешь годами эту информацию последние технологии айклауде все нафиг я однажды просто сказал то есть мне там что-то было сказано в укор что ты там вот не помнишь ничего я говорю зачем мне перегружать оперативную память никогда я не перегружаю зачем если есть облачное хранилище понимаешь все то есть я могу вспомнить какую-то вещь там но это надо просто послать запросик она придет то есть там какие-то в какое-то время потребуется я ее не храню прямо здесь зачем мне сиюминутно здесь и охранить как формат а то что произошло там 10 лет назад ладно хорошо один один вы отпраздновали годовщину очень громко выложили это в youtube это была такая тусовка вы прям монтировали то вместе как это было по сценарию или давайте просто снимем потом смонтируем специально мы ничего не делаем это все набрасываем там снимаю там я гости кто угодно то есть материал там сбросили смонтировали чё получилось то и им шума ему там а его вот а ну это у нас каждая такая наши как бы вот годовщина это тебя ждет а вот поводу сына вот сын у вас как вы его украинский узнает украинский украинский был маленький он говорил и даже там песенки пел смешно так очень забавно был ну конечно перерос не с кем разговаривать так же как и я я же забываю язык потому что мне не с кем общаться нежно можно разговаривать с моим человеком хотя виннушко уведоми ничего видать не буду отуя я не разумеешь так что каши язык уходит ребенок только шури говорит на украинском языке но вот это он говорит на японском уже япона мама и было на папа я уже говорю учись он у вас стал студентом высшей школы экономики да 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 в стыковедении японский язык почему он выбрал именно эту специальность вот я вообще загая я не знаю мы я задаю серёжа этот вопрос японский каждый малчик утечка каждый малчик где-то там период какого-то детском я не знаю мне кажется проходит некое тут увлечение вот восточный самураем то ли да восточное единоборство там карате вот это все мы тоже я жил в асере были а поскольку военном городе мы на бушлатах на военных рисовали какие-то иероглифы откуда-то где-то под может они означали все что угодно это было вообще не суть главное что это был иероглиф вот но как бы переросли это все дело а аниме существует там мультфильмы и прочее вот видимо он в детстве как-то сначала оттуда на этот период оттуда однозначно а потом и вот ему это да то есть ему нравится культура японская ну она очень очень отличается отличается каждый год ездит зажировать язык японию на контрасте с японии говорит ну просто это вообще как будто не да конечно все он такой да то есть он конечно да и понял то есть он артистом не хочет быть не знаю гиги на потому что они наверное они наверно когда он оказывается где-то вот среди все он же не видит подводную часть айсберга он видит когда уже в его на концерт значит взяли с собой кругом все восторг и он мне нравится тебе нравится ты же не знаешь что пришел это пока такое сторона медали о которой стоит наверно рассказать ему я просто все-таки как я не воспринимаю просто серьезно пока вот его восторге мы считаем так что сначала нас должна быть какая-то важная основная и в руки получить такую классику ментальное скажем так образование она всегда не всегда поможет в жизни вот сергей витальевич и в принципе учился в потрясающем вузе престижном на инженера в космос ракеты запускал его образование важный момент сколько танцовщиков у нас стране и знают кого только одного одного идите сколько у нас есть хоть одна известная женщина вот такая вот такая вот в этом жанре дайте вот на минуточку женщины нет обычно один его знает вся страна не только даже россия прошло уже 20 лет и самое главное что не появился я же ну как бы я там не ну как бы адекватный чувак и объективно понимаю что как бы ну 20 лет ну как бы то есть уже должны появиться там 30 каких-то там не знаю команд который мне самому просто я хочу по поводу образования вообще я по специальности инженер энергетик я работаю по специальности сейчас работаешь а сейчас опять же мои слова не воспринимайте буквально все ребята я сразу предупреждал абсолютно точно я работаю по специальности энергии ну конечно блин да без этого все все тлен вообще ты же не было никогда у него нашли они было так серёжа быстро приглашай 8 марта 2020 года это будет уникальная программа потому что такое действительно не было а в вегасе в крокусе сергей витальевич делает просто нереальный шоу перформанс шоу так что давай посмотри как этот человек вырабатывает энергии я на самом деле не понимаю как себя держать в такой форме это мой был вопрос да как все время держать это сложно или это удается просто это очень сложно нет это конечно не просто это сложно конечно в чем сложность сидеть все время на диетах качаться ходить спортзал что именно короче я сделал я так обустроил свою жизнь чтобы не было оговорки на серии а просто не как как я буду заниматься ты вот там уже не занимался там неделю месяц а как ему заниматься я там на гастролях еще где-то на даче а там как я что огородную я сделал что везде у меня есть где турник спортзал у меня тоже есть все железо принципе ну и еще и спортзал и как я не оставил себе вариантов дуэйн скала джонсон вообще за собой возит свой дженту в танке был танкистом возился выгут развал год или другу-то раскладную ну а с натальей вы занимаетесь вместе не тренировал когда я так втягивалась но у меня так это не было нет нет были периоды достаточно там активный когда готовишься там большим каким-то программ ютем она не может себя заставить нет я могу себя заставить но я не могу позволить себе потратить вот туда в это железо кучу своей энергии которые могу потратить другое место а не туда но это с отдачи трат это ну как бы с отдачи у меня это не с отдачи она забирает у меня прикрыла потом лежу полдня я понял что наталья по-другому сделано создана и другие у неё как механизмы в этом плане и заставлять не получится получится нет я бы был момент вплоть до того что ужасно это было в америке когда я ее прямо плотно там я не наехал я просто ну как тренера короче в спортзале происходит следующее и она и она вдруг я и под этой штангой она начинает плакать начинает плакать люди такие люди такие вот так на меня так все 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 снимаю штангу все домой все в общем да на свои места все расставит наша игра я никогда не второй раунд а я несу мохито я никогда не никогда не говори никогда я зачитываю вам фразы а вы если у вас в этой жизни было в это делали вы отпеваете если не было не пьете если было пьем не с неба и мы сама тоже играем крупными глотками пьем если что как позволяет полость рта мы никогда не обсуждали секс втроем было со мной это обсуждалось а с кем мы не обсуждали больше людей вы забыли давно я тебе рассказывала про университет а это твой секс трое фона тебя господи нет тогда да когда уже идет секс втроем уже обсуждать я никогда не доносил свою половинку пьяный до дома я не доносил а я доносила да со мной это было пару раз вообще человек не пьющий совершенно нет один раз случилось очень ярко в лунта клубе мы хорошо сидели я этого оттайка я это самое текилы врежу текилы и там такие это я врезал ты пару рюмок я не знаю что там было мы все вот и пол литра но серёга главное вовремя сориентируется он понял что сейчас наступит тот момент когда ну то есть надо срочно девушку забрать то есть ну просто вот он идеально вот подгадал что у меня забрал успел довезти домой донести и там началось самое интересное когда я когда я была в поцелуях с этим любимым белым другом а а он надо на стол с чалочкой воды и я говорила боже я никогда бы я никогда этого не делали больше никогда в жизни а он мне на это ответил ну ну знаешь сколько я слышал я никогда не стыдился шуток своей второй половинки это потому что я не умею шутить я тоже не буду мы никогда не использовали детские игрушки в сексе детские детские понятно понятно да не 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 было данной петя я никогда не мерил белье одежду противоположного пола слушать нам лицедевшим это нормально я здесь не носил платье или каблуки на на каблуках сложно каблуках да я не ходил немножко разные размеры у нас как не сложилось с каблуками сложилось разве ни в каком спектакле у тебя ничего не было там каблучного под каблуч я даже себе не представляю какого роста тогда будет сергей просто я задевать люстром у тебя кстати да вот надо сейчас да он готовит к шоу там номер один да и у него идея сделать такие как капли на капу капыта на типа кентавра что-то последняя карточка я никогда не занимался сексом под свою же музыку ну я не занимался потому что у меня такой музыки нету поэтому я думаю делала да ну ладно нет ну как ты себе это представляешь под маленькую страну я не знаю чего у тебя одна песня что не важно ну хорошо спалочка выручалочка под это тоже как-то трудно под тюрпаны уже не полу не получится нет у меня есть куча медляков под которые в принципе наверняка масл народу да тут неважно ты знаешь на самом деле но видимо это упущение надо будет повторить я включу палочку выручалочку сегодня ради бога сейчас мы узнаем что вы готовы оставить для того чтобы ваши отношения еще долго долго существовали готовы ставить стол и сейчас уберем поиграем в дженго это третий раунд нашего сегодняшнего с вами обеда это семейная дженго сейчас вы должны по очереди вытаскивать кубики на которых написаны определенные аспекты семейной жизни без которых ваш брак продержится а то есть убираем от чего можно легко избавиться потом родители мужа дети завтра серединку нестандартный секс без этого можно публичность вот ты вот хочешь без него как подождите на стандартный секс убираем но не это как же инопланетяне и костюм не возвращаем друзья мужа мы можем они не можем без друзей мужа друзья мужа почему без них нельзя просто они хорошие друзья без них нельзя черный юмор можно убрать ну мне кажется без этого ваша семья не будет такой яркой вообще ничего не уберем давай руби по живому давай юмор убираю тяните не ладно хорошо негра будет ужин при свечах вот это легко вообще ушел в романтике нет ну она есть мы можем и без свечей энергетик энергетик светится так думать трудно залипание в телефон без этого сможете сможем поколение еще то мы можем спокойно расставали а можно сейчас еще раз на телефон а сережа где сидит в это время что мы ложимся ложимся в кровать до часу ночи я отвечаю на сообщение которые я в телефоне работаю я тоже я редко читаю потому я могу так пробежать но мне никогда не самые честные люди лайка лайка лайкать буду самые честные почему ну потому что ничего себе они сразу не строя сразу показывает никаких так массаж есть караоке массаж подожди массаж не надо трогать а кто кому делает массаж зависимости от усталости у кого болит что последний раз я получала в процедуру караоке я думаю вы можете нет нет вы любите я ненавижу но сергей витальевич так как будучи инженером я вот это смело теперь уберу тоже комплименты мы к ней комплиментарный а что сергей поет в караоке у него собралась выбирать караоке нет это влад предложил я сказала люди будучи не профессиональным певцом я вообще не знаю ни одного профессионального певца кто любит караоке это нормально это нормально это нормально я понимаю я то не певец поэтому я люблю так а какая любимая песня который постоянно исполняешь караоке есть несколько у всех они есть ни примере не делали 1 1 предпочтение я люблю вообще творчество кузьмина как-то летом в детстве на нем как-то раз взрос сусом мне нравится небо на ладони да здрасьте культовая песня это легко давай а мы пока подумаем за даже что можно еще вытащить самоирония может быть но самоирония вообще блин серьезная самоирония да вот как-то самоирония тяжело ну стандартный секс можно убрать но я бы чтобы там не упала вот он небо на ладони только сердцу веря небо на ладони не зналя себе я и звезды по полам делили как же было просто жить в огромном мире не гадайте на любовь если счастливы глаза не гадайте на любовь все решают небеса не гадайте на любовь дайте сердцу подсказать с кем делить все тайны снов с кем парить кому отдать небо на ладони так далее очень осторожно да ты же очень хорошо поешь я могу петь да а почему вы скрываете это мы не скрываем не скрываем просто ну я не позиционирую себя как бывает а вот то есть серёга просто он да это его ну вот это его хобби спорт я бы конечно похерила ну кстати ваша семейная жизнь но ты можешь это себе позволить да спорт на веганом спорт у тебя не спорт у тебя профессия вторая вообще не спортивный ни разу не профессиональный спортсмен спорт убираем вот что значит инженер рискнете доверие вытянуть зачем не доверение будет лучше карьеру мужа вот и посыпались на этом моменте я предлагаю перейти к путешествиям а карьера то уже все равно а не я сори прости меня прости меня не убивай прости все отработаю мощно мощно вот этот поворот но нет он просто на меня обижается я его понимаю я начинаю его понимать я говорю ты не понимаешь это рекламный наоборот ход это такой ход рекламный что наоборот все захотят посмотреть какой-то у меня крутой все прости снимай волосок не обижайся на меня жертвуешь карьеру вот ради семьи вот это поступок это поступок это поступок это ради семьи ты сделал ну вот то на чем держится ваше отношение то без чего ваши отношения прожить могут это ваши баллы если вы не считаете нужным убирать да что мне кажется что все поэтому оставим все как есть и давайте перейдем к путешествиям давайте давайте куда вы любите путешествовать я люблю путешествовать нет я не далеко я не люблю далеко но так получается по жизни что у нас мама теща живет майами и нам приходится туда мотаться не дальний свет конечно и уже конечно когда выбор стоит куда-то полететь далеко то ты понимаешь что ну а майами я бы очень хотел съездить на тибет конечно у терега вон да он хочет вот это направление там открыть все чакры ходят много слухов о том что это не простое непростое место ну тогда пойдемте к карте мира и решим там куда поедем карте мира карте мира хорошо значит сергей летит посещать тибет а наташа так а наташа а наташа я бы конечно на родину смоталась ну короче вот я бы так но если нет пока то наверное куда еще хочется честно говоря знаешь куда я хочу я хочу на Алтай Алтай я хочу надо я давно мечтаю поехать на Алтай золотую кольцо в тот период нет 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 в тот период когда олени сбрасывают рога и вот это называется пантовые ванны я хочу пантовые ванны это же молодость это же сила я только слышала поэтому я хочу в крови оленя так в крови оленя купаться да я хочу в крови оленей очень натуральное безопасно экзотические у вас путешествие друзья давайте делаем фотку да и не одну тогда две а также поедет на пантовые ванны так это я я люблю так мы прикрепляем россия и Алтай и Алтай я не вижу не подсказывай не подсказывай не подсказывай подождите я чувствую не помню слушайте я все нормально с географией тут не видно просто но это где то вот в этом районе где то вот в этом вот в этом значит туда крепи и тебе да и вот можно еще один вопрос от меня да покажи на карте где маленькая страна кто мне расскажет кто подскажет где она учитель географии уже выехал вот здесь вот здесь вот какая-нибудь монако ну да кстати монако наконец-то вы поняли о чем поет Наташа спасибо вам огромное ребята классное путешествие спасибо большое спасибо спасибо что вы к нам пришли страшнее время огромное спасибо 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 пока отличного путешествия вам в маленькую страну и шоу мы обязательно посетим шоу 8 марта все договорились я как продюсер все мы идем 8 марта я выписываю контрамарки контрамарки да я уйду учить движение чак 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 и вы друзья тоже должны все там быть спасибо спасибо ура спасибо если ты прокайфовал то подбежись на наш канал нам миллионов будет мало нам надо 2 миллиона подписчиков еще много-много комментариев и лайков так что подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и смотрите нас ваши Влад и Регина муа